Привет, красотка! Это видео будет довольно нетипичным для моего канала, потому что тему йоги я особо вообще не поднимала никогда. Если не считать, конечно, просто какую-то готовую практику или новости из жизни, что вот я закончила обучение, что я готовлю свои проекты какие-то и так далее. Но в контексте конкретно того, что вообще значит для меня йога, как она повлияла на мою жизнь. Четыре буквы и столько много смыслов, и столько много мифов и предрассудков вокруг этого, что я решила поделиться этой частью своей жизни. И дайте мне, пожалуйста, обратную связь, насколько вам вообще это интересно, хочется ли углубляться. Но в любом случае, один из самых важнейших принципов введения моего канала — это всегда следовать моим интересам и не сильно опираться, как бы это странно, может быть, и жестко не звучало, на то, как это воспримут. Но тем не менее, я все равно спрашиваю, как вам? Суть в том, что я убеждена, что если ты делаешь то, что тебе нравится, говоришь о том, что тебе нравится, то всегда найдется слушатель и найдется тот, кому это тоже будет интересно, важно и полезно. Такое вступление, как будто сейчас весь канал будет посвящен йоге. Нет. Я просто привношу эту часть своей жизни на канал вот таким видео и хочу сегодня поделиться тем, как йога изменила мою жизнь. Я подготовила для вас таких пять пунктов, конкретно что мне дает йога, как я действительно заметила какие-то трансформации в своей жизни. И, наверное, начну я с небольшой истории о том, как я вообще познакомилась с йогой, на каких этапах жизни она была со мной. Если вспомнить мою самую первую практику в жизни, то это было более 10 лет назад. Мне было лет 14, наверное, может быть, даже 13. И я еще тогда жила в городе Нижнем Тагиле. У нас открылась на нашем районе какая-то йога-студия, куда меня позвала моя сестра. Она говорит, вот йога какая-то типа тема современная, набирает обороты, популярность. Давай посмотрим, сходим. Я помню, что это была какая-то очень ароматная студия. Впервые я тогда ощутила вообще запах благовоний, что это такое. Это Ева у меня вот с рождения держала палочку Пала Санта. С года уже, по-моему, мне кажется, знает все названия там арома-матил. Сразу же может различить запах лаванды, например, когда я капаю в аромалампу. Но нет, для меня это было вот знакомство лет в 13-14. Я захожу и понимаю, что очень вкусно пахнет. Это так располагает. Какие-то все люди очень медленные. Какие-то люди все спокойные. И я бы в тот момент времени, я бы сказала, странные. Это сейчас я смотрю на йогнутых людей и понимаю, что это просто люди несуетливые. Это просто люди, которые не где-то там в уме у себя постоянно живут, что-то анализируют, с кем-то себя сравнивают. А это просто спокойные люди, которые никуда не торопятся. Они какие-то более счастливые. Но тогда мне показалось это странным. Практика, короче, прошла не очень. Вот прям, мягко говоря, потому что, несмотря на то, что мы были новичками, нас засунули в группу с неновичками. И всю практику я слышала только санскрит. То есть, например, можно сказать, собака морда вниз, а можно сказать адха-муква-шванасана. Все упражнения, все положения, все позы, они изначально на санскрите. И это, конечно, классно для продолжающих групп или для знакомства. То есть, например, ты сказал такой адха-муква-шванасана, это собака морда вниз. Нам не давали отстройку. То есть, это то, как должна чувствовать себя мышца, каждое положение в теле, в этой позе. Для чего оно вообще все происходит? Короче, знаете, типа час мы делали странные позы, ничего не почувствовали. В шавасане я просто такая, боже, когда? Да, что будет сейчас, что закончится, это конец. Шавасана, это, для тех, кто не знает, поза трупа, это конечная асана всей практики. То есть, это 10% от практики должна занимать. Это отдых, это нахождение в полной тишине, расслабление всего тела. И это такая, как бы, точка практики. Но для нас это было все неочевидно, непонятно, что вообще происходит. И вот я помню, мы переодеваемся с Настей, идем домой и просто молчим. И густой какой-то воздух между нами. Вот мы обе боимся сказать, что это какая-то хрень полная, что мы вообще ничего не поняли, зачем что происходило, где мы вообще побывали. И на этом все закончилось. Лет на 7, наверное, я попрощалась с йогой. Я не знала вообще, что такое настоящая йога. Думала, что это вот какие-то странные, такие непонятные штуки. Вот так может первый опыт отбить желание напрочь. Но, к счастью, йога вернулась в мою жизнь. Еще до беременности с Евой я была на нескольких занятиях, например, просто ходя в зал, в спортзал, да, где там что-то качаются, какие-то мышцами занимаются. Я ничего не понимала, что там происходит. То есть я была таким бедным студентом, который приходит и говорит, я буду делать вот как все вокруг. И брала такие же веса примерно, как кто-то там. Типа, если вот эта женщина берет такие веса, значит, мне тоже нормально. Вообще без понимания того, что моему телу можно, нельзя, как часто. Это все было очень странно, набежками и, конечно же, от большой неуверенности в себе, потому что там кто-то ходит в спортзал, значит, мне тоже надо ходить в спортзал. И типа я сразу такая классная, спортивная и больше уважения ко мне. Но на самом деле в этот момент контакт с моим телом просто был потерян максимально, потому что я не знала ни что ему надо, ничего я вообще хочу. Йога была где-то все время близко, потому что в таких спортзалах обычно были, знаете, такие классы групповые. И пару раз, когда я приходила на занятия, я погружалась вообще в другую атмосферу. Я понимала, что там никто никуда не гонится, не смотрит на себя в зеркало. Вот это вот вообще. Типа в спортзале все такие, качаются такие, постоянно проверка формы, все хорошо. На йоге порой зеркал вообще нет. У каждого свой, конечно, подход, но я именно за этот подход, когда ты не смотришь на себя в зеркало, хоть это даже в первое время странно, страшно и неудобно, потом ты начинаешь понимать, что ты меньше одергиваешь себя, ты меньше поправляешь там свою спортивную форму, волосы, при том, что это вообще сейчас не важно, ты пришелся заниматься, и ты погружаешься внутрь. То есть твои глаза, обращенные на внешнее, они перестают вот так вот мельтешить, а значит мозг перестает мусолить одни и те же мысли, а как я сейчас выгляжу, а что обо мне подумают, насколько у меня получается, а уже чуть-чуть лучше или не лучше, а когда домой, в общем вот это все, и ты погружаешься внутрь себя. Особенно я сблизилась с йогой, когда забеременела Евой, когда я нашла для себя подходящую физическую активность, такую мягкую, но при этом очень погружающую в тело. Я по-разному занималась, я занималась и на ютубе, и заходила в разные йога-центры для беременных. Мне нравилось, что мы всегда обращаемся к малышу, то есть погружаемся внутрь, это то, чего нам не хватает в нашей активной, суетной, современной жизни, когда мы все время в уме, в задачах, в планах, в будущем, в прошлом, и не хватает просто минутки, пяти минут просто посидеть, передать всю свою любовь и внимание малышу, подышать, успокоиться и пойти дальше жить свою жизнь. И так мягко-плавно йога всегда была в моей жизни, потом инструменты йоги мне помогали, оказывается, я уже сейчас это понимаю, что это были инструменты йоги, помогали мне восстанавливаться после родов, определенные техники дыхания, определенные асаны, определенные положения тела. Если прям вот, знаете, так, пиковые точки брать, я и йога в жизни, сильнее всего, конечно, я с йогой сблизилась после замерзшей беременности. Я не раз об этом рассказывала, что когда случился выкидыш, после того, как мы все приняли и пережили, у меня внутри было аккумулировано огромное количество энергии, которое я, честно говоря, не знала, куда направить. Это было для меня впервые, это было что-то намного большее, чем желание просто делать привычный контент, делать какие-то свои проекты, реализовать себя просто как мама, жена. У нас активно шел ремонт, то есть можно было отдать всю себя туда, но нет, я чувствовала, что это что-то другое. Мне хотелось уйти в более глубокое отношение с собой. И тогда очень на меня повлияла одна практика, на которую я пошла просто в свои йога-студии. Это была арома-йога, то есть мы позанимались йогой, и до или после практики, не помню уже, мы занимались метафорическими картами. Метафорические карты, это карты, которые помогают тебе найти ответы на твои же вопросы благодаря тебе же. То есть это не какие-то волшебные таблетки. То, что ты увидишь на этой карте, это абсолютное отражение того, что у тебя в голове, и каждый человек может считать именно то, что ему сейчас надо, и именно то, что он сейчас видит. То есть нет правильного ответа, нет неправильного ответа, нет такого, что ты посмотрел, сказал для меня это это. А тебе проводник такой говорит, нет, вообще-то эта карта о другом. И тогда на этой практике я задала вопрос, стоит ли мне пойти учиться на йога-тичера, на преподавателя по йоге. Это был март или апрель, в общем, весна, ровно год назад. Обычно я человек такой, что я привыкла не перекладывать на кого-то, на какие-то карты там ответственность, и говорить, вот скажи мне, как надо сделать, я сделаю. Я вообще такое не люблю, я далека от этого, я всегда простраиваю какую-то стратегию, я понимаю четко цель, я вижу, для чего мне это. То есть у меня все довольно рационально в жизни, но не в этот раз. В этот раз мне хотелось какого-то знака. И я, как сейчас, помню две вот эти карточки, которые я вытянула. Суть в том, что эти карточки буквально кричали, да, надо тебе туда идти. Это не то, что надо, необходимо. Потому что там были карточки, отвечающие за мужскую энергию, за женскую энергию. И мужской карточки я выбрала доведение до конца, а в женской энергии была передача знаний другим, передача своей мудрости и опыта последователям. Я, когда их вытащила, у меня просто рот открылся сам до пола. Я давай быстрее у девочек спрашивать вокруг. У девочки, у вас тоже примерно такие же карточки? Потому что слишком как-то мой запрос полностью ответ на этих карточках. Типа, карты кричали, да, тебе туда надо идти, ты станешь проводником новой информации, ты станешь проводником для других и получишь результат именно, когда пройдешь весь курс до конца. То есть, все обучение до конца. Я смотрю, там у девочек какие-то карточки. Одной попался какой-то афродизиак, своя сексуальность, проявление женственности, что-то еще. Другое какое-то здоровье матери. Вообще карточки разные. То есть, это стопка метафорических карт. И именно мне попались эти две. Точнее, не попались, я их вытащила сама. И чтобы вы понимали, этой же ночью я не могла уснуть. И я искала обучение по России, куда я могу ездить, летать. Мне было без разницы. То есть, это был тот момент, когда полностью рациональный мозг выключился. Следующее обучение начиналось через неделю. А это как бы довольно ответственный шаг в твоей жизни. То есть, обучение. Мало того, что ты за него платишь, ты там вписываешься на несколько месяцев в эту рутину. Ты должен летать, блин, в Москву раз в неделю. Меня это вообще не остановило. Я просыпаюсь такая с горящими глазами, рассказываю все Денису. Вот, я буду йога-тичером. Обучение будет в Москве. Буду каждую субботу летать. В воскресенье возвращаться. Нормально. Он такой просто за завтраком послушал. Окей. Он был уверен, мне кажется, что у меня просто сейчас спадет этот энтузиазм. Эмоции спадут. И я просто скажу, да ладно, что-то я погорячилась. Но нет. Я через неделю была готова лететь, была готова начинать. И это то дело, которое меня захватило со всей головой. Мне было очень интересно все вообще. Мне было интересно погружаться в историю философии йоги. Я впервые так глубоко и целостно посмотрела на это учение в целом. Предвосхищая вопросы, это не религия никакая. Это именно философское духовное учение. Ничего общего, не имеющее с религией. То есть есть разные преподаватели. Они могут по-разному преподносить практики. По-разному могут преподносить учения. И от этого, вероятно, может быть какая-то путаница в терминах даже. И в понимании того, для чего ты все это делаешь. То есть у йоги, да, есть целая система. Есть принципы. Но ты можешь быть абсолютно любой религии. Абсолютно любой специальности. Абсолютно любого возраста, чтобы начинать заниматься йогой. Ну, дальше, собственно, все как в тумане. Я прошла все обучение. Получила свои дипломы. Я очень благодарна этой части своей жизни. Своей решительности тогда, смелости. Благодарна, конечно, Денису за то, что он все это поддержал. Пусть где-то такой... Все выходные в течение трех месяцев. Ну, у нас действительно выходные. Это самое семейное время. И у меня все выходные не было. И, в общем, наверное, мы будем плавно, мягко переходить к тому, чему меня научила йога вообще в жизни. Я говорила, что я выделила пять пунктов. Моя краткая история очень краткая на пол-видео чисто закончилась. Первое. Ничто, как йога для меня в моей жизни, на моем опыте, так сильно не учит пониманию своего тела. Мы, люди, как-то себя привыкли воспринимать, что вот мы это скорее мозг. Мы это скорее наши мысли в голове. То, о чем мы думаем, то, какие цели мы себе ставим. Или, наоборот, сильный, может быть, перекос в тело, но в такое, больше внешнее составляющее. Типа, как я выгляжу, сколько я вешу, какая у меня фигура, грудь, ягодицы, кожа. И, наверное, кто я такая, чтобы говорить, где правда. Но что-то мне подсказывало всю жизнь, что ни там, ни там, ни правда. Что мы есть намного что-то большее, чем просто сгусток мозгов и просто внешняя оболочка. Вопросы о принятии себя, вопросы любви себя возникают именно тогда, когда происходят вот эти перекосы, и ты начинаешь себя воспринимать как какой-то товар, который должен соответствовать чему-то. Сравниваешь себя с кем-то. И это неизбежно происходит, потому что, конечно же, на это направлены все вообще СМИ, маркетинг, всего вокруг, да даже самой школы, самого садика. Мы соревнуемся, мы смотрим, кто лучше, кто успешнее, кто где чего добился. И начинается эта внутренняя гонка очень-очень рано. И йога меня очень сильно заземляет и возвращает в контакт со своим телом, учит считывать его сигналы до тех пор, пока оно просто уже заболеет, например, и скажет, все, я больше не могу, ты меня не слушаешь, я врубаюсь. Наверное, этим меня подкупила йога в самом начале. Чем йога отличается от фитнеса? Тем, что идет постоянная связь со своим телом, постоянная связь через дыхание и через осознанное внимание в разные участки тела. Это учит тебя слышать его, чувствовать его, относиться к себе более бережно, относиться к себе с любовью, заниматься из любви к себе и чувствовать себя, вообще чувствовать себя. С этим у многих современных людей вообще проблемки. Перейдем ко второму пункту, потому что он близок. Для меня йога это лучшая физическая активность, которую я для себя нашла. Мы все понимаем, что да, для долгой жизни, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы там не болела спина, не отваливались руки, ноги. Нужно заниматься спортом, да, мы все знаем, здоровый образ жизни, спорт, сон, питание. И вот спорт для меня всегда был какой-то странной темой. То есть, что это, что это может быть, чтобы это было мне не в тягость, а в радость. Я говорила вам, со спортзалом у меня были всегда очень странные отношения, я не понимала, в чем вообще смысл тягания, железа. Любой спортзал, какой не возьмешь, какой бы он красивым ни был, с каким видом, меня это не вдохновляло. В общем, есть разные люди, кого это вдохновляет, меня это не вдохновляло. И вот йога для меня это такой идеальный вид активности, где я могу оставаться сильной, гибкой, уметь держать баланс, мое тело остается в тонусе и самое главное, безопасно для моего организма. Но безопасно только тогда, когда это стало безопасно, когда я обучилась на йога-тичера, потому что я поняла кучу моментов, кучу нюансов, которые раньше упускала, не знала и могла себя только травмировать. Кстати, ходит такой миф, слушок о йоге, что йога это чисто про гибкость и что там мышцы никак не накачать. Нет. Повторюсь, это миф. Есть разные асаны. Постойте, пожалуйста, три минуты в чатуранге или в позе богини, и вы точно почувствуете все в своем теле, абсолютно весь тонус мышцы, ягодиц, мышцы пресса. Я, конечно, не говорю, что йога подойдет всем для любого запроса, потому что если запрос накачать вот именно такую груду мышц, как это делают, наверное, в комбинации с какими-то напитками, бабадами, протеинами, штуками и именно железом, меня просто такое не интересует, поэтому я говорю, для меня это идеальная физическая активность. Третье. Йога учит концентрации и спокойствие ума. Это сложно. Это очень сложно в современном мире, когда количество обрабатываемой информации за день у нас приравнивается, наверное, к годовалой информации, которую получали наши предки, то есть за год они получали столько информации, сколько мы можем получить за один день, вот так посидя в социальных сетях, увидя, кто где отдыхает, что кто делает, кто что продает, постоянно мозг наш работает, он привык уже быть вот таким вот обезьянкой, знаете, очень часто сравнивают наш мозг, наши мысли с дергающимися обезьянками, которые без определенного смысла туда-сюда, туда-сюда. Йога помогает избавляться от этого хаоса в голове, иметь более концентрированный мозг, более спокойный мозг, а в жизни это очень помогает тебе принимать решения не на эмоциональном фоне, когда ты не должен каждый раз будоражить свою нервную систему, то есть фактически в долгосроке ты, конечно же, становишься более здоровым. Даже Еву я этому учу, когда с ней что-то происходит, она эмоционально возбудоражена, она там злится, что-то ей не нравится, мы что-то ей не дали, не разрешили. Я ей говорю, Ева, подыши, успокойся, расслабься. Иногда она психует и говорит, не буду ей ничего делать, и дальше продолжает, это нормально, это ребенок. Взрослые не всегда так поступают. Просто три спокойных вдоха-выдоха, уже твоя нервная система более сбалансирована, ты можешь нормально принимать решения, а не состояние вот такого вот. А иногда Ева прям дышит. Дышит и отпускает, и это классно, это уже зачатки отношения со своим телом, что ты осознанно можешь направить вдох и выдох, и благодаря этому просто перестать разгонять вот эту вот волну агрессии или злости в голове. И плавно переходим как раз к следующему пункту, он такой короткий, но очень функциональный, практичный, потому что йога помогает лучше засыпать и успокаиваться. То есть этот инструмент дыхания, который ты практикуешь на коврике постоянно, ты просто забираешь свою жизнь и ты используешь тогда, когда тебе надо. Вот как я говорила с Евой, когда острое состояние приходит, и ты можешь расслабиться дыханием и, конечно же, уснуть. Очень многие, кто начинает заниматься йогой, замечают, что они легче засыпают, у них проходит бессонница, потому что как раз ты перестаешь жевать эту мыслительную жвачку перед сном, и ты направляешь свое дыхание в разные участки тела, просто их расслабляешь и засыпаешь. У меня в целом редко, когда происходят дни бессонницы, ночи бессонницы, либо у меня это так бывает, очень творческие ночи, прям порывы какие-то, и я даю тогда им случиться, я прям ухожу с блокнотом, пишу там свои идеи какие-то творческие, то есть я не могу просто физически лежать, не помогает ни медитация, ни йога, ни дара, ничего. Тогда я даю этому просто быть. А бывает, что, ну прям перевозбудилась, какие-то мысли, какие-то эмоции, и обязательно использую в таком случае инструмент дыхания, направляю его в тело и легче засыпаю. И последнее, но не по значению, это принципы йоги. Это то, о чем я как раз вначале немного говорила, это вообще то, о чем философия йоги. Йога состоит из восьми ступеней, и представьте только одна из них, это асаны. Но она не становится менее важной из-за этого. На коврике ты тренируешь все то, что потом можешь привнести в жизнь. Это очень на самом деле интересно, и за основные такие принципы отвечают первые две ступени, яма, не яма называются. Используя их на коврике, да, практикуя их на коврике, например, вот просто пример, приведу один из них, ахимса называется, на санскрите ахимса, это на русский, если перевести, то принцип не навреди себе. То есть это о том, что кто бы что не показал, кто бы что там тебе не сказал правильно, слушай свое тело, и работай из настроя, не навреди себе. То есть не чтобы скорее сделать красивую асану, сфоткать ее в инстаграм, и вот сказать, я умею так, а потом мучиться с протрузиями, или с грыжей. И вот в это интереснее всего мне было тоже погружаться, потому что именно эту сторону йоги я для себя открывала впервые. И вот, наверное, что сильнее всего меня вообще йога привлекла именно в период после замерзшей беременности, это то, как на обучении нам раскрывали принцип принятия. Это когда ты принимаешь себя и обстоятельства вокруг себя такими, какими они есть, не пытаясь их изменить. Если ты не можешь их изменить, то есть я не могла изменить то, что у меня случилась замерзшая беременность, не винить себя, не крутиться мыслями вокруг этого, почему, за что я, что как. То есть принятие происходит тогда, когда ты уже говоришь об этом спокойно, ты говоришь об этом как об опыте своей жизни и понимаешь, что все для чего-то, вот это, наверное, самое важное, что не бывает одно без другого, что тебе было это дано для определенного опыта, что дано было именно тебе, потому что ты можешь с этим справиться. Эти принципы, на самом деле, все есть и в классической психологии, например. Но именно в тот момент, именно пока я обучалась, именно вот от тех преподавателей, которые нам преподавали, это было принято мною целиком, телом и душой, и, наверное, поэтому так было органично прожито и осталось со мной. То есть этот навык, он остался со мной. Я бы сказала, это суперспособность, потому что столько всего в жизни происходит как бы несправедливого, не того, чего ты хотел. И можно уйти в самокопание, и можно мусолить это, и спрашивать, а почему, и что, и как. Но если ты не можешь это как факт изменить, то какой смысл в этом? Я поняла, что все внешние опоры, на которые мы опираемся, это может быть все материальное, это может быть все, все, что вокруг на самом деле, все, что от тебя не зависит. Даже если оно все порушится, важнее всего опора, которая есть у тебя внутри. И именно на нее ты можешь повлиять. Это и есть тот контакт с собой, это и есть та внутренняя сила и уверенность, над которой стоит работать. Именно из этого желания, из желания делиться с другими, с желанием поделиться своим опытом, родилась идея создать свой йога-ретрит. Как вы помните, я работала над первым потоком больше полугода, и в ноябре прошлого года, это еще удивительно так совпало, с как раз моментом, когда должен был родиться малыш. И именно тогда стартовал наш первый поток. Я счастлива, действительно счастлива осознавать, что вот такая история, вот такой круговорот событий вылились в нечто невероятно классное, благостное, что более чем 2000 девушек обрели контакт с собой, научились или хотя бы осознали, что это такое внутренняя опора, про что это вообще, как важно работать именно над этим. Познакомились с миром йоги, начали уделять внимание себе, перестали себя сравнивать с другими, успокоили свой постоянно мельтешащий ум, и научились быть в моменте, поняли вообще, что это такое, о чем это. И все это было встроено в их жизнь максимально органично, потому что это не какие-то ретриты, как имеется в виду, знаете, понимание оффлайн, когда ты уезжаешь куда-то с головой, просто ты не занимаешься ничем, уходишь в какие-то практики, здесь тебе нужно не более 20 минут в день, чтобы заниматься собой, но при этом видеть результат. И я с огромной радостью сообщаю, что этим видео я открываю продажи на второй поток ретрита, точка опоры, с обновленной программой, потому что, находясь на Бали два месяца, я очень плотно занималась составлением программы, улучшением всех внутренних инструментов, и, конечно же, в этом помог также первый поток, потому что мы улучшили эту программу именно благодаря отзывам, именно благодаря обратной связи от первого потока. Но, надо сказать, я была в шоке, вот прям искренне в шоке от обратной связи с первого потока, потому что все-таки это мой первый продукт, это первая такая масштабная работа, проект, где я веду людей, где они видят результат. У нас там есть, конечно, разные тарифы, то есть я не веду всех, у нас со мной тариф, это такой VIP, но, тем не менее, я вижу отзывы абсолютно всех, и я вижу взаимодействие, коммуникацию всех, кто проходил ретрит, вы даже просто мне присылали в директ, то есть кто-то настолько хотел поделиться тем, что какие у него изменения в жизни происходят, как он начинает себя чувствовать, что просто мне писали в директ вот такие вот поэмы, и это, конечно, ну прям заряжало невероятно, как бы я там не уставала, тем более это было начало первого триместра, очень много внутренней было работы, даже кураторы, у нас есть второй тариф с кураторами, в приятном шоке от того, какие люди там собрались, от того, что это не просто какой-то купленный продукт, и люди такие, ну окей, куплю, когда-нибудь буду делать. Реально все занимались, присылали свои результаты, коллажи делали, все время делились обратной связью, взаимодействовали, знакомились, то есть на, например, втором и третьем тарифе у нас есть чаты, на втором тарифе это чаты с кураторами, на третьем тарифе это чат именно со мной, он только один, и там ограниченное количество мест, потому что я не могу вести всех, конечно же, но вот на втором тарифе, где есть именно кураторы, там такие сообщества организовывались, прямо по городам, девочки знакомились, и до сих пор на самом деле эти чаты работают, просто уже без введения кураторов, и видно, как они общаются, поддерживают связь. Если вам хочется познакомиться с миром йоги ближе, если вам в целом откликается хоть что-то из того, что я сегодня вам рассказала, если вы хотите видеть меня в качестве своего проводника, потому что проводник это очень важно на пути к успеху, на пути к тому, чтобы не просто забросить, также я понимаю, что в этом году такого же продукта, как этот точно уже не будет, из-за красотки в моем животике, потому что в июле у меня стоит ПДР, возможно будет какой-то другой обновленный продукт, возможно будет направленный на восстановление после родов, или для беременных, я не знаю, но точно такого же точно не будет. Чтобы познакомиться вообще с программой ретрита, что она в себя включает, обязательно переходите на сайт в описании, о чем это, выбирайте свой тариф, у нас там и, разумеется, практики йоги, которые очень органично встроены на протяжении всей недели, ты можешь заниматься в абсолютно любое время, когда тебе угодно, независимо от часового пояса, это и медитации, и дыхательные практики отдельно записаны, и лекции от меня, погружающие еще больше в йогу, и вебинары с экспертами, с нутрициологом, с омнологом, с психологом, в общем, это целый проект, это целый действительно ретрит на 21 день, чтобы стать счастливее, чтобы обрести внутреннюю точку опоры. Я очень благодарна тому, что я могу делиться тем, что мне интересно, и привносить что-то большее в свой, через свой блог, и делать, организовывать такие вот проекты, которые даже выходят за рамки онлайн, потому что с третьим тарифом мы, например, встречаемся еще обязательно на йога-девишнике. И это совершенно другие эмоции, это невероятное впечатление. Я вижу вот этих вот выпускниц моих, которые прошли весь путь, и я видела, с чего они начинали, я видела их первую собаку мордой вниз. Ну, а я, как всегда, оставляю свои соцсети. Благодарю за просмотр, и увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok